Девушки отдыхают Девушки отдыхают Он наблюдал Он хотел понять, как это действует Он ждал Он получил ответ Ответ, который хочет знать каждый Как изменить жизнь Как стать богатым Как не потерять себя Он нашел Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сегодня наш мир — это стремительные потоки информации Информация стала быстрой Теперь информация правит многими аспектами нашей жизни Она дает нам безопасность И наоборот Она дает возможность В считанные секунды Получить деньги И потерять их Деньги Бумажные, железные, медные, золотые, виртуальные Они приходят и уходят Они заставляют думать о себе Они созидают, разрушают, спасают и уничтожают Деньги бывают честные и нечестные Чистые и грязные Из-за них убивают Их любят, их дарят Ими гордятся и от них отказываются Их хотят Посмотрите на себя, на пространство вокруг Подумайте о том, чего бы вы могли добиться Будь у вас столько денег, сколько вы способны себе представить Какие самые смелые мечты вы бы реализовали Деньги — это не бумага и золото Не кредитные карты и счета в банке Деньги — это прежде всего энергия И как любая энергия, они обладают способностью материализации Для этого стоит только захотеть Почти все люди и во все времена Подсознательно чувствовали Что крупица большого знания об энергии денег Живет в них Однако в силу социализации Они не могли и не могут воспользоваться им Знать и хотеть Жить в планах Отстраняться Отдавать Получить Деньги Захотеть Померить Вложить Отстраниться Отдать Получить Отдавать Что-то Использовать Во благо Смерть И смысл Их Смерть Часть 2 Узнать Механизм очень прост Поскольку деньги — это энергия, обладающая способностью материализации Значит, есть и технологии, с помощью которых возможно запустить этот процесс Для того, чтобы понять их, необходимо обратиться к истории, физике и астрономии Именно на стыке этих наук можно найти механизмы материализации энергии, а значит и денег Так как мы берем за основу, что деньги — это не что иное, как материализованная энергия Ведь деньги — это понятие — это понятие виртуальное И только человеческий разум наделил их той значимостью, которой они обладают Как это работает? На планете Земля, на других планетах, в галактиках и, как следствие, во Вселенной Все начинается с энергии Так рождаются и умирают звезды, планеты, появляются черные дыры, квазары и прочие космические тела Энергия — не что-то бесцветное, прозрачное и неосязаемое Изменение состояния одной частицы сопровождается изменением ее энергии и импульса А изменение силы, действующей на другую частицу, наступает лишь через конечный промежуток времени Доли энергии и импульса, отданные одной частицей и еще не принятой второй, принадлежат в течение этого времени переносящему их полю Таким образом, поле само по себе является физической реальностью Полем обладает все, в том числе и человеческое тело Это довольно просто доказать Если взять обычную ложку и расположить ее в районе грудной клетки Она будет держаться, притягиваемая вашим электромагнитным полем Сегодня созданы технологии и приборы, позволяющие измерять, наблюдать и изменять состояние электромагнитного поля человека А через это и влиять на его физическое тело Например, лечить болезни Именно на поле фиксируется информация об общем состоянии индивида Часто ли вы слышали «мысль материальна»? Речь идет о том, что мыслеформа воздействует на поле человека А то, в свою очередь, на поля окружающих людей и предметов И при помощи цепной реакции мысль, которая становится материей, превращается в объекты и действия Задумайтесь! Элементарные частицы материи по своей природе представляют собой ничто иное, как сгущение электромагнитного поля Альберт Эйнштейн Простой физический закон Заряд изменяет пространство вокруг себя Что приводит к возникновению электрического поля с определенной плотностью энергии Если мы соединим с этой идеей волновой закон, то получим следующую картину Чем сильнее и чаще возникает волновое движение, тем плотнее будет среда на периферии Так как частицы, исходящие из центра, неизбежно стремятся к периферии И, скапливаясь там, превращаются в более плотную материю Наблюдайте за этим явлением, бросив камень в водоем Чем больше камень, чем сильнее он брошен Тем крупнее, продолжительнее и с большим радиусом будут расходиться волны от него Деньги узнать и хотеть, верить и вкладывать, отстраняться, отдавать, получать Деньги узнать, захотеть, поверить, вложить, отстраниться, отдать, получать Отдавать, получать, использовать, во благо быть, смелым, безвестных, не делать Увидеть возможности, чем у него найдут Часть третья Захотеть Спросите ваших знакомых Хотят ли они через неделю получить, ну, например, миллион долларов Конечно, они скажут да А теперь спросите, получат ли они их через неделю И они ответят, смеясь, конечно, нет Возникает вопрос А на самом ли деле они хотят эти деньги? Ведь в данном случае эмоциональный заряд, передающийся на поле и заставляющий его передавать частицы дальше, да, а заряд мысли, конечно, нет Как вы думаете, что происходит в вашем поле, когда в него попадают разнородные заряды? Оно деформируется И когда вы сможете по-настоящему поверить в получение миллиона долларов через неделю, вы никогда не пройдете мимо даже самых безумных, на ваш взгляд, предложений Ведь именно они могут принести вам заветную сумму в обозначенное время А значит, вы уже совершаете первый шаг к получению богатства Обратимся к истории Любая религия содержит в себе множество ритуалов Это не что иное, как самопрограммирование человека на определенный результат На самом деле рис в чашке, монета под дверью и счастливый доллар в кошельке никак не могут повлиять на ваше благосостояние Но у каждого ритуала есть совершенно логично объясняемая с точки зрения устройства нашей психики суть Наш мозг получает информацию из окружающей среды, анализирует ее и предлагает варианты решения Но он анализирует именно текущий момент и обстоятельства Если у вас денег нет, мозг никогда не даст вам ощущение богатства А значит, будет блокировать любые возможности, предлагаемые жизнью И истолковывать их как нереализуемые Если же мы проводим некий ритуал, мы позволяем нашему разуму, опираясь на совершаемые нами манипуляции с предметами И якобы специальные слова, принять за действительность факт возможного богатства Значит, ритуалом может быть любое действие, которое помогает нам верить в возможность улучшения финансового состояния То есть воздействовать мыслями и эмоциями на наше поле Все слышали высказывание «деньги к деньгам» И это действительно так Чем больше у вас в данный момент денег, тем проще и быстрее они прибавляются Разум анализирует текущую ситуацию и делает выводы, позволяя вам видеть больше возможностей, опираясь на то, что у вас уже есть деньги Как же заставить свой мозг работать всегда в таком режиме? Часть задачи берет на себя фильм, который вы сейчас смотрите, настраивая ваш разум на определенную волну Звуковое и визуальное воздействие заставляют его начать работать по-новому и анализировать обстоятельства таким образом, как будто вы уже богаты Используя данный фильм как инструмент, просматривая его от трех до пяти раз в неделю, вы проще и быстрее добиваетесь желаемого результата, существенного улучшения вашего финансового состояния Часть четвертая Поверить К сожалению, по-настоящему поверить непросто Наша фантазия нуждается в тренировке так же, как любой из навыков Будь то простой навык счета в уме или умение мыслить на чужом языке К тому же фантазия не просто мысль Качественная фантазия – это совокупность свободной мысли, бурной эмоции и ощущения так называемой нереальной реальности Итак, простые рецепты Тренируем ощущения нереальной реальности Пока вы едете на работу или совершаете покупки или просто разбираете вещи в своем шкафу Попытайтесь представить себе, что вы получили добавку к зарплате в 10% Тщательно подумайте, на что вы потратите эти деньги В течение нескольких дней пересматривайте этот вопрос Примеряйте разные варианты траты этих небольших 10% Помните, что траты должны быть приятными для вас и нести положительный заряд Незаметно для себя вы погрузитесь в эти размышления настолько, что как ребенок на какой-то миг потеряете ощущение настоящей реальности И почувствуете ту самую реальность нереальную На этом этапе вы вполне можете переходить к тренировке следующей Управление эмоциями Для простоты эксперимента начните с повседневных эмоций Присматривайтесь ко всему, что вас окружает Замечайте знаки, радуйтесь Представьте, что вы получили повышение или возможность лучше зарабатывать Связывайте любую положительную эмоцию, пусть даже полученную от хорошего выходного дня С мыслью, что скоро у вас в жизни произойдут качественные и волнующие изменения Испытывая недостаток в положительно заряженных эмоциях Просто пересматривайте этот фильм И каждый раз возникающее приятное волнение связывайте с мыслями о будущих деньгах Приучайте себя вспоминать о грядущих деньгах всякий раз Когда вы радуетесь, смеетесь, чувствуете себя бодрым Или собираетесь хорошо провести время за любимым занятием После многократного повторения логика эмоциональная цепь замкнется И вы автоматически станете думать о деньгах в момент радости И наоборот, при мыслях о деньгах станете испытывать волнующую радость Которую на этом этапе можно с уверенностью назвать предчувствием Начинаются качественные изменения Вам предлагают новую работу с более высоким окладом Вы находите возможность извлекать прибыль из своего хобби А быть может, кто-то или что-то коренным образом меняет ваш род занятий Это изменение может произойти и по вашей инициативе Что-то может натолкнуть вас на прекрасную идею, которую вы решитесь реализовать В любом случае, на этом этапе вы можете получить первое подтверждение своим возможностям Скорее всего, денежный эквивалент ваших изменений будет где-то в районе пресловутых тренировочных 10% Важно запомнить это волнение, эту эмоцию от осознания случившейся перемены Теперь можно перейти к следующему этапу Постепенно увеличиваем величину запроса Ключевое слово здесь «постепенно» Ваша вторая задумка может и должна быть более смелой Пусть это будут еще 20% При таких тренировках вы постоянно формируете одинаково заряженные электромагнитные волны Все больше уплотняя информационное поле вокруг себя Часть пятая Вложить Зерно, которое вы сейчас видите, заключает в себе огромную энергию потенциальной жизни Но если это зерно будет находиться вне почвы, без воды и света Из него никогда не вырастет кустарник или дерево с плодами Если же вы дадите возможность факторам роста воздействовать на зерно, оно в 99% случаев прорастет и даст вам урожай Чтобы получать деньги, их нужно вкладывать Эта аксиома известна всем Это один из законов, который необходимо знать для достижения заветного уровня благосостояния Отдавая деньги с целью получить новые, вы фиксируете в своем разуме программу на результат получения финансовой выгоды И ваш мозг, анализируя окружающую действительность, делает вывод Ожидание денег Уже сейчас, купив данный фильм, вы вложили деньги в получение новых денег Вы запустили процесс Ваш мозг уже настроен на получение определенного результата Именно поэтому украденный фильм, либо фильм, который вам дали посмотреть или подарили, работать не будет Полученное без труда или вложений уходит так же, как приходит Если вы решите подарить диск с этим фильмом своим родным или друзьям в надежде помочь им Эффект от просмотра фильма у них будет кратковременным Каждый должен вложить свои средства и усилия Поэтому, стремясь помочь, отдавайте диск только тому, кто готов вернуть вам за него деньги Вы можете провести наглядный эксперимент Объекту А вы дарите этот фильм С объекта Б вы берете за диск деньги Через некоторое время вы увидите, что у объекта А особых изменений не произошло У объекта Б все наоборот У него фильм работает, и он, ваш Б, даже благодарен вам за подаренную возможность Вложив деньги в получение новых денег, вы сделали первый шаг к тому, чтобы настроить свое поле Ваши эмоции и мысли совпадают и действуют на поле однородно, не деформируя его Так, ваше электромагнитное поле будет передавать нужные сигналы полям других людей И на стыке этих полей появятся возможности Более того, вы их заметите и сможете ими воспользоваться, чего раньше не происходило Так как ваш разум блокировал мысль о возможности получения денег Если мы рассмотрим закон сохранения энергии, то поймем, что деньги, вложенные в получение новых денег То есть энергия, направленная на получение новой энергии, приносят действенные результаты Энергия сохраняется с течением времени Другими словами, энергия не может возникнуть из ничего и не может исчезнуть в никуда Она может только переходить из одной формы в другую Так, если ваше поле запрашивает возможности получить деньги, то другие поля отреагируют на этот запрос однозначно Если вы смотрите это кино, то, скорее всего, у вас существует определенное отношение к деньгам Вы не можете забыть о них, поскольку их нехватка все время напоминает о себе И вы очень стараетесь их заработать Все это блокирует поступление денежной энергии в вашу жизнь Ваш мозг воспринимает мысли о деньгах как сигнал «я недостаточно обеспечен» Вкладывая деньги, вы программируете свой разум на результат Ваше поле начинает активнее действовать на поля других людей На стыке взаимодействия полей возникают возможности Вы ими пользуетесь, и у вас появляется столько денег, сколько вам требуется Деньги узнать, захотеть, поверить, вложить, отстраниться, отдать, получиться Деньги узнать, захотеть, поверить, вложить, отстраниться, отдать, получиться Деньги узнать, захотеть, поверить, вложить, отстраниться, отдать, получиться Часть шестая. Отстраниться Для того, чтобы понять, как действует энергия и научиться ею управлять, необходимо понять, что такое энергия в целом и энергия, которой являются деньги в частности. Для этого обратимся к законам физики. Итак, энергия — это скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения материи и мерой перехода движения материи из одних форм в другие. Поскольку ваши мысли являются такой же материей, как и другие объекты Вселенной, то необходимо вспомнить еще один закон, при помощи которого можно увеличить энергию, в частности, денег. Назовем его «закон создания вакуума». Что это такое и зачем это нужно? Экспериментально установлено, что вакуум не является пустотой. Вакуум — это состояние квантового поля с наименьшей энергией. В первом приближении квантовое поле можно представить как пространство, заполненное квантами заряда. Кванты заряда всегда движутся, поэтому с квантами связано также магнитное поле — поток. То, что вакуум на самом деле является полевой средой, и, соответственно, все частицы могут быть только в виде волн, — это очень необычно, хотя и установлено экспериментально. Если вы создаете вакуум для заполнения его энергией, например, денег, то прибавление их в вашей жизни становится стремительным. Это очень просто. Поняв, какую сумму и для чего вы хотите получить, вы отстраняетесь от этой мысли. Вы создали пространство для заполнения его энергией — вакуум, который сам по себе является материальной средой. И после этого не заполняете его частицами, то есть не направляете в него магнитный поток, который рождают ваши мысли и эмоции. Таким образом, вакуум стремительно начинает заполняться магнитными потоками других людей. Так в вашу жизнь приходят необычные предложения из таких источников, из которых ждать их раньше или предугадать их появление вы не могли. Теперь вы имеете возможность получать деньги именно в том объеме, в котором они вам были нужны до запуска процесса создания вакуума. Вы будете удивлены, как эффективно работает этот закон, насколько быстро вы сможете получать желаемое. Иногда результат будет превосходить ваши ожидания. Необходимо почувствовать свободу, которую дает вам этот процесс. Вы хотите, вы верите, вы вкладываете и получаете. Научившись создавать вакуум, вы сможете без труда управлять энергией. Вы можете выполнить это упражнение прямо сейчас. Подумайте о том, какая сумма денег и для чего вам нужна. Представьте все, что вы получите, имея эти деньги. Почувствуйте прилив энергии от того, что вы обладаете тем, о чем давно мечтали. Теперь отстранитесь от этой мысли. Примите ее как данность. И больше не возвращайтесь к ней. То, о чем вы подумали, неизбежно будет у вас. Просмотр данного фильма, использованные в нем визуальные технологии, помогают вам фиксировать состояние вашей психики в момент создания вакуума. Вы сможете смотреть его столько раз, сколько потребуется вам лично, для того, чтобы проще и быстрее настраиваться на нужное состояние. Часть седьмая. Отдать. Деньги — энергия. А любая энергия существует только там, где есть движение материи. Нигде и никогда не существовало энергии без движения. Это еще один закон, по которому развивается все на нашей планете, на других планетах, в галактике и Вселенной. Соответственно, для того, чтобы увеличить количество денег, то есть объем энергии, необходимо постоянно создавать движение. Что сами деньги, как понятие нашего разума, что информация о них, мысли и эмоции, воздействующие на наше поле, являются некой материей. И для получения их в большем объеме необходимо увеличить скорость движения материи. То есть, отдавая деньги, мы увеличиваем их движение, а стало быть, и ускоряем их поступление. Если деньги являются такой же энергией, что и мысли о них, то достаточно передавать информацию, не отдавая пластикового или бумажного воплощения. Вы можете провести эксперимент и убедиться на собственном примере, как это действует. Закончив просмотр данного фильма, расскажите максимально точное его содержание четырем или восьми своим знакомым, делая акценты на законах увеличения денежной энергии. Так вы запустите движение материи, информации о деньгах. Вскоре вы поймете, что ваша жизнь преподносит вам необычайные сюрпризы. Вы начнете получать суммы денег оттуда, откуда не планировали получить их никогда. Для того, чтобы вам было проще провести этот эксперимент, мы предлагаем вам сейчас провести фиксацию информации в вашей памяти. Запомните простую формулу. Одинаково заряженные мысль и эмоция плюс создание вакуума плюс запуск процесса движения равно получение денег. Щедрость, то есть умение запускать процесс движения денежной энергии, есть одна из основ получения денег в нужном вам количестве. Исторические примеры это наглядно доказывают. 980 год до нашей эры. Расцвет царства Соломона. Самого могущественного, справедливого и достойнейшего из царей. Годовой доход Соломона составляет около 22 825 килограммов золота. Для того, чтобы понять, как пришло богатство к Соломону, не нужно считать и умножать, делить и вычитать. Давайте обратимся к личности самого царя. За 40 лет правления он не участвовал ни в одной войне. При помощи своих денег он созидал, а не разрушал. Соломон прослыл справедливым и щедрым царем. Джон Рокфеллер. Состояние 318 миллиардов долларов. Начиная со своей первой работы, Рокфеллер 10% своего дохода всегда жертвовал церкви. Кроме того, он активно занимался благотворительной деятельностью и остался в истории как один из самых крупных филантропов. Благотворительный фонд Джона Рокфеллера до сих пор совершает благие поступки. Эндрю Карнеги. Состояние 298,3 миллиарда. В 1989 году он написал знаменитый эссе «The Gospel of Wealth», в котором утверждал, что богатство должно быть распределено, чтобы улучшить благосостояние других людей, тем самым обогатив все общество. Эндрю Карнеги потратил около 90% своего состояния на благотворительность. И таких примеров множество. Деньги узнать, находить, видеть, вкладывать, отстраняться, отдавать, получать. Деньги узнать, заходить, поверить, вложить, отстраниться, отдать, получить. Отдавать, чтобы получить, использовать во благо, быть смелым, в мыслях и делах. И видеть возможности. Нашел. Возможно, у вас возникает вопрос, как и у большинства людей. Часть восьмая. Получить. Если в городе или стране имеется строго определенное количество денег, уже распределенных между людьми, то откуда возьмутся еще деньги на то, чтобы мы стали богаче? Не получится ли, что, зарабатывая больше, мы отнимаем у кого-то причитающиеся им деньги? И тут еще раз вспомним, что деньги – понятие виртуальное. Стоимость одной бумажки ровно такова, сколько за нее определило государство. А исчисляется эта стоимость каким-либо товарным эквивалентом. Скажем, тысячная бумажка стоит 50 булок хлеба. В случае с одним городом скажем, что бумажные монеты в городе находятся на сумму 16 миллиардов булок хлеба. Так что произойдет, если население города произведет товаров на сумму, превышающую денежный лимит города в два раза? И то же случится с каждым городом каждой страны? Произойдет следующее. Цена на бумажную монету упадет в два раза и составит 100 булок хлеба на одну тысячную бумажку. То есть запустится процесс обратной инфляции. И вы будете одним из двигателей этого процесса. Говоря другими словами, продуктивное повышение вашего благосостояния – одна из составляющих повышения качества жизни всей страны. Теперь вы готовы к тому, чтобы получить столько денег, сколько вы хотите. Необходимо лишь пользоваться теми знаниями и техниками, о которых вы узнали. Ваш разум полностью готов к управлению энергией денег. Главное правило – всегда держать мышление в нужном состоянии. Это несложно, так как у вас теперь есть инструмент – данный фильм, с помощью которого вы сможете это делать по мере необходимости. Проведите эксперименты, о которых мы говорили ранее. Так вы зафиксируете в вашем сознании возможность получения денег. Держите свой разум на волне, которая появляется после просмотра фильма. Проведите фиксацию, как можно точнее, передавая информацию о деньгах другим, и получите деньги из возможностей, которые начнут к вам поступать. И последнее. Каждый должен знать, что общая сумма денежной и иной монеты всей планеты составляет предположительно лишь одну миллиардную материального потенциала Земли. Берите и пользуйтесь. Держи, знать, хотеть, верить, вкладывать, отстраняться, отдавать, получать деньги, узнать, заходить, поверить, вложить, отстраниться, отдать, получить, отдавать, чтобы получить, использовать во благо, быть смелым в мыслях и делах, видеть возможности. Посмотрите на себя, на пространство вокруг, подумайте о том, чего бы вы могли добиться, будь у вас столько денег, сколько вы способны себе представить. Какие самые смелые мечты вы бы реализовали? Деньги. Это не бумага и золото, не кредитная карта и счета в банке. Деньги. Это прежде всего энергии, как любая энергия, они обладают способностью материализации. Для этого стоит только заходить. Только заходить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok